Замечательно. Тогда давайте действительно потихоньку мы будем начинать. Ну и вот я напомню, что мы в прошлый раз довольно долго и подробно изучали ситуацию, когда низкоразмерные состояния, например, двумерные электронные состояния, возникают на поверхности трехмерного топологического изолятора. Ну и аналогичная ситуация, возможно, и в других системах другой размерности. Ну, например, на границе, опять же, квантовых ям с инвертированной зонной структурой, на границе квантовых ям топологических изоляторов, соответственно, могут возникать одномерные краевые каналы. Ну, это вот такая ситуация. Она, с одной стороны, очень интересная, что наличие поверхностных или краевых состояний, оно диктуется просто свойствами объемной системы. Эти состояния уже нечувствительны в значительной мере к тому, как устроена поверхность, какие детали, какие там граничные условия. Но, с другой стороны, эта ситуация все-таки немножко экзотическая. Ну и вот сегодня мы поговорим про то, что встречается значительно чаще. Мы поговорим про эффект размерного квантования и про граничные условия в методе плавных огибающих. Вот мы сейчас будем рассматривать такую уже типичную, я бы сказал, задачу из физики низкоразмерных систем. Ну, мне для простоты удобнее рассматривать, скажем, одномерную геометрию. Значит, пусть у меня есть вот ось Z, и пусть у меня есть, например, структура с квантовой ямой. Есть квантовая яма из какого-нибудь материала А, ну, например, из арсенида-галия. И она окружена слоями какого-нибудь другого полупроводника. Ну, например, алюминия арсенида. Ну, или более распространенная ситуация, когда есть в барьерах твердый раствор алюминий-галия-арсенида. Но сейчас я не хочу вдаваться опять же в какие-то там технические, технологические подробности, как это устроено, например, с помощью метода молекулярно-пучковой эпитаксии. Вот можно вырастить такую структуру. Ну, и, собственно, простейшая задача, которую можно себе поставить, это задача просто о поиске электронных состояний вот в такой системе. Ну, и на самом деле постановка задачи простая. Вот смотрите, если у меня есть какие-то материалы, они как-то, значит, совмещены, то, соответственно, дно зоны проводимости имеет разную энергию в разных материалах. Ну, например, в материале А вот дно зоны проводимости идет пониже, ну, а в материалах Б, значит, дно зоны проводимости идет повыше. Значит, ну, соответственно, что-то происходит и с потолком валентной зоны. Я не буду сейчас про это рассказывать, просто потому что меня интересует, опять же, вот простейшая ситуация, когда у меня есть, например, значит, такая структура, и меня интересует спектр электронных. Но ситуация для дырок более-менее аналогичная, просто еще усложняется тем, что, значит, вот во многих структурах, там 3, 5 или 2, 6, значит, дырки описываются, скажем, в рамках Эмильтониана-Латинжа. Ну, и вот, соответственно, есть то, что говорят о все отвалентные зоны, ой, о все, извините, зоны проводимости, вот какая-то энергия ВВ, которая играет роль потенциального барьера. Если у вас есть известные, вот, как говорят, гетеропары, ну, например, вот арсенит-галя, там, не знаю, алюминий-галя-арсенит, там, не знаю, кремний-германий, с учетом особенности зонной структуры, там, инди-арсенит, галя-арсенит, вот эти разрывы зон, они, в принципе, довольно хорошо известны, их можно рассчитывать в теории, их можно определять экспериментально. Ну, и вот я еще раз подчеркну, я рассматриваю систему, конечно, такую вполне себе, значит, классическую, это не двумерные материалы, это не вандервальцевая гетероструктура, где у вас есть просто, например, один монослой, который там окружен какими-то другими слоями, вот там все это не работает, там требуются другие подходы, и мы, может быть, про них пару слов скажем потом. Ну, теперь смотрите, я буду рассматривать состояние в методе плавных огибающих, а точнее в методе эффективной массы, значит, и в каждом из слоев волновую функцию электрона я буду записывать в виде какой-то плавной огибающей z на периодическую блоховскую амплитуду u от r. Ну, и еще, конечно, есть плоская волна, которая описывает распространение электронов в плоскости интерфейса e в степени и k на ρ, где k – это двумерный волновой вектор, kx, ky, ну, а ρ, соответственно, это координаты электронов в плоскости x, y. Ну, вот движение, значит, в плоскости, ну, пусть даже с нормировочным множителем, единиц на корень и нормировочный множитель, оно меня сейчас не так интересует. Мне интересно определить плавную огибающую. Ну, и, казалось бы, о чем тут думать, что тут делать? Задача простая и понятная. Ну, действительно, значит, если я живу в самом простом гамильтаньяне эффективной массы, вот у меня есть слой А, и в этом слое огибающая подчиняется гамильтаньяну h в квадрате на 2 ма, значит, φ от z, ма – эффективная масса электрона в слое А, ну, еще где-то D2 по DZ дважды я потерял. Значит, это равно энергия на φ от z. Вот начало отсчета энергии я просто выбрал так, чтобы оно совпадало с одном зоной проводимости в материале. В материале B все очень похоже. Конечно, есть кинетическая энергия со своей эффективной массой. Вот здесь вошла масса в слое B. D2 по DZ дважды, опять же, φ от z. Но единственное отличие в том, что есть потенциальный барьер, значит, энергия электрона на дне зоны проводимости в слое B выше, поэтому нужно написать ВБ на φ от z. Ну, это равно Е на φ от z. Ну, и для простоты я сейчас не хочу влезать в подробности. К я положил равным нулю, поэтому энергию движения электронов плоскости интерфейсов нашей структуры Я учитывать не буду. Наша задача… Да, Андрей? Вы, если что, перебиваете… Ну, ладно. А вот, получается, мы вот эту φ от z для всего образца взяли, или она должна быть каждая отдельная в А и В? Мы ее сейчас… как бы… фи от z – это функция z. В материале А она какая-то, в материале В… То есть, если она разная будет для А и В? Ну, конечно, она будет разная, потому что даже вы знаете же, что, например, если вы решаете просто задачу такую, ну, самую простую, о уровнях электрона в яме, например, с конечным или с бесконечным барьером, вот внутри ямы у вас там какая-нибудь функция, там, синус или косинус, условно, а в барьерах у вас затухающие экспоненты. Поэтому функция равных от φ зависит от z. Или я не понял ваш вопрос? Да не-не, все нормально, нормально. Просто что сбивает толк, что они без индексов там… Так и какая разница? Понимаете, можно сказать так, что у вас есть одна блоховская функция и, соответственно, одна плавная огибающая, когда z находится внутри ямы, ну вот здесь вот, скажем, от минус, там, не знаю, а пополам до а пополам, если у вас ширина ямы, и другая какая-то снаружи. Какая разница? Вот лоховская амплитуда, она разная, она разная в материале а и в материале b в общем случае. Конечно. Ну и вот, значит, наша задача, собственно, найти эту самую функцию φ от z, вот которая входит в эти уравнения. Что еще мы должны сделать? Чего еще нам не хватает для того, чтобы решить эту задачу? Граничных условий. Да, нам не хватает граничных условий, на самом деле, вот в этой области науки вопрос о граничных условиях является по существу самым главным. Дело в том, что в отличие от ситуации модельной, которая изучается на стандартном курсе квантовой механики, когда у вас просто есть какой-то потенциал, какая-то потенциальная энергия, условно v от z, и уравнение Шрёдингера для волновой функции электрона, оно работает при любых z, вы пишете уравнение минус h в квадрате на две эффективные, на две массы, d2, dz дважды φ от z плюс v от z равно e φ. Вот квантовые механики в обычной, в стандартной постановке задачи предполагается, что вот так. Есть какой-то потенциал, неважно какой, ну пусть и такой, а может быть и какой-то другой. Но главное, что уравнение Шрёдингера работает всюду. А здесь, конечно, метод плавных огибающих может работать только в отдельных слоях, он не работает на интерфейсах. Ну потому что, опять же, мы понимаем, так устроена восстановка задачи, значит, внутри каждого из слоев, значит, у меня, ну фактически есть теорема Блоха, значит, а то, что происходит на интерфейсах, это есть явно нарушение трансляционной инвариантности, и жить сложно. Ну вот поэтому возникает вопрос о том, какие граничные условия ставить, и это, собственно, вот ключевая задача, которую нам нужно решить. Все остальное, дело техники, все остальное – это вопрос о поиске, значит, уровня энергии, там, в каком-то, какой-то потенциальной яме решения, сшивка решений. Я про это, конечно, два слова скажу, чтобы напомнить, но так, в принципе, эта задача, конечно, в этом смысле тривиальная. Ну и, значит, граничные условия принято ставить в таком простом и, значит, понятном виде, и в наиболее общем виде их можно выписать, значит, пользуясь, собственно, двумя соображениями. Соображение первое заключается в том, что наша задача линейная, имеется принцип суперпозиции. Если у вас есть два решения уравнения Шёдингера, то их сумма есть тоже решения уравнения Шёдингера. Поэтому граничные условия – это какая-то, ну, не граничные условия, ну, на какие-то линейные, что ли, конструкции из огибающей функции Фиадзе. С другой стороны, наше уравнение, ну, вот, по крайней мере, для простой зоны, видно, что это уравнение второго порядка. И это означает, что для того, чтобы полностью определить решение, нам нужно знать функцию её производную в какой-то точке. Ну, это означает, что, собственно, граничные условия могут связывать волновую функцию её производную, значит, слева и справа от интерфейса. Ничего другого войти не может. Уже там вторая или третья производная войти не может. Поэтому формально в наиболее общем виде я могу написать граничные условия следующим образом. Я могу их писать как бы как удобно. Например, я буду просматривать интерфейс между материалом А и материалом Б. Ну, и, соответственно, я напишу так, что волновая функция, значит, в слое А на границе – это есть какая-то комбинация с какими-то коэффициентами. t1,1 – волновая функция, значит, на границе, но в слое B, плюс производная с каким-то коэффициентом. Вот этот коэффициент я напишу так, t1,2. Пока это неизвестно, что такое. Дальше мне вот будет удобно сразу вынести множитель и единица на эффективную массу. Я мог бы это не делать, это вопрос просто переобозначения буквы t, но вот так вот будет проще. Ну, и, соответственно, dφ по dz на границе в слое B. Аналогично. Производная функция тоже линейно связана с функцией и с производной. И вот, опять же, мне будет удобно. Я напишу, что единица на ma d по dz φ в слое А – это есть, соответственно, t2,1 на волновую функцию в слое B плюс t2,2, единица на эффективную массу в слое B, d по dz φ от B. Понятно, как это получилось? Линейность есть, связь только функции производной тоже есть. Значит, вот буквы t и t житое, которые здесь появились, значит, они нам будут сейчас очень полезны. Они, это коэффициенты, они зависят от свойств границы. Иногда, значит, и мы про это, опять же, будем говорить, наверное, на следующих лекциях, иногда удобно ввести такую матрицу t из этих коэффициентов, значит, t1,1, t1,2, t2,1, t2,2. Ну, эта матрица называется матрица переноса через границу или матрица переноса через интерфейс. Мы вот более подробно про это будем говорить дальше, наверное, на следующей лекции. Скажите, пожалуйста, это все, что можно сказать про граничные условия? Или, может быть, еще удастся что-то сделать, как-то упростить себе жизнь, что-то сказать про элементы матрицы t? Нет. Ну, она какая-нибудь симметричная должна быть или эрмитовая, наверное? Хотя про эрмитовость нет. Ну, про эрмитовость я, конечно, не знаю, но мы еще упустили одну вещь. Вот мы как бы учли, ну, самые как бы два таких фундаментальных, математических, что ли, свойства уравнения Шлёдингера, значит, его линейность и то, что оно второго порядка. Но есть еще одно физическое свойство, которое, конечно, нельзя исключить. Это свойство того, что электроны в нашей системе, они не могут ниоткуда сами взяться и никуда сами пропасть. Число электронов сохраняется, а тем самым сохраняется поток электронов через границу. Это как бы требование сохранения числа частиц, требование потока. Если у вас сколько-то электронов в единицу времени налетает вот сюда, то ровно столько такой же поток должен быть и здесь. Поток сохраняется. И вот важное требование, еще одно требование, которое нам нужно ввести, нам нужно учесть, это сохранение потока. Ну и давайте, собственно, этим требованием воспользуемся. Как мне написать поток частиц, поток электронов в каком-нибудь слое, например, в слое А? Как написать квантово-механическое выражение для тока, ну или для потока частиц? Там будет минус И на МА. Хорошо, уже полезно минус И. МА, я догадываюсь, что должно быть, наверное, в знаменатике. Да-да, И на производную. Ну, примерно так. На самом деле, аккуратный анализ, и вы можете вспомнить это из квантовой механики, но есть размерный множитель. А дальше вот должна быть такая конструкция. φ сопряженная dφ по dz минус φ на dφ сопряженная по dz. Ну, или иногда это пишут h на mA на мнимую часть φ сопряженная dφ по dz. И вот этот вот поток, это поток, значит, в слое А. Естественно, он должен быть такой же, как поток в слое B, то есть он должен быть равен h поделить на массу в слое B, мнимая часть φ сопряженная dφ по dz, но в слое B. И вот это и есть поток в слое B. Значит, частицы сохраняются, электроны никуда деться не могут, поэтому сколько электронов налетело на интерфейс, значит, с одной стороны из слоя А в слое B, вот их налетает, один электрон в минуту, значит, столько электронов должно лететь и там, электроны нигде копиться не могут. Ну и вот это вот условие, условие равенства потоков, оно позволяет наложить важное требование на элементы матрицы переноса, оно позволяет наложить некоторое соотношение на коэффициенты t1.1, t1.2, t2.1 и t2.2, которые входят в граничные условия общего вида. Ну действительно, значит, что я сделаю? Значит, я просто введу удобное обозначение, это такая довольно простая, но чуть-чуть громоздкая выкладка, я, значит, что-то из нее сделаю, потому что она довольно показательная. Значит, во-первых, я введу такое вот обозначение, мне удобно. Значит, я введу обозначение φ с точкой, это почти что производное, это есть единица на массу в соответствующем слое dφ по dz. Значит, φ с точкой, например, в слое B, это есть единица на массу B, dφ по dz, ну вот, где там нужно, на границе слоя B. Ну и тогда смотрите, значит, в слое A все просто, мнимая часть, поток это просто φ, и, значит, на φ с точкой, φ с точкой, мнимая часть φ. Плохо пишу. Вот я написал поток. Ну а с другой стороны, значит, с другой стороны я воспользуюсь как бы теперь левой частью этого уравнения, но для того, чтобы как бы написать поток. Он должен быть одинаковый. И поэтому это равно, значит, мнимая часть t1,1 сопряженная t2,1 на φ по модулю в квадрате. Ну вот это я взял член, члены, которые, значит, функции производные, которые просто, значит, вот первые. Аналогичные, когда я возьму оба члена с производными, t1,2, t2,2, мнимая часть, на φ с точкой в квадрате. Ну и, конечно, еще мнимая часть от того, что осталось, значит, которые будут содержать, соответственно, мне t1,1 сопряженная t2,2, φ сопряженная на φ с точкой, плюс наоборот, t1,2 сопряженная t2,1, φ с точкой сопряженная на φ. Вот это я написал. И это выполнено для любой функции φ, просто потому что, например, если я рассматриваю электроны, которые как-то у меня налетают в этой структуре, ну вот, например, откуда-то с бесконечности, я могу просто задать руками, какую волновую функцию, какую я хочу. φ и φ с точкой в этой ситуации совершенно произвольные. Дальше какая-то функция будет во всей системе, уже нам должны сказать сами граничные условия. Поэтому вот это вот выражение, оно должно быть выполнено для любых. φ и φ с точкой. Ну дальше как должны действовать физики-теоретики? Как нужно, как получить соотношение на коэффициенты? Значит, если вот мы знаем, что вот эта вот формула, которую я сейчас обведу маркером, то вот эта формула, она верна при любом φ и φ с точкой. Какое есть общее правило? У меня есть... Не взять любые φ и φ с точкой. Привонять проценты при них. Нет, так что я не... Любые удобные нам взять. Сейчас, это можно так делать. А вот как делать в общем случае? Вот вы не знаете, вы получили какое-то выражение, которое вы знаете, ну что, например, равно нулю при любых вот параметрах φ и φ с точкой. Как нужно строго получить какие-то условия на вот то, что входит в это выражение? Условия на коэффициенты. В данном случае вот у меня есть квадратичная форма по φ и φ с точкой. Ну или как бы это более аккуратно сказать, там билинейная форма по φ, φ с точкой, φ сопряженному, φ сопряженному с точкой. Как это действовать? Как это можно... Как нужно действовать строго? Мы сейчас делаем по-простому, так будет быстрее. Но я хочу сначала понять, а как это можно сделать строго? Ну что, есть какие-нибудь идеи? Ну вот можем взять, например, ну просто такую нам удобную функцию. Ну это же как бы непонятно, что такое удобно. Например, чтобы производные там занулились. Нет, это пожалуйста. Мы сейчас так и сделаем. Ясно, что в каждом конкретном случае, наверное, можно как-то придумать. Как это сделать в общем случае? Вот у меня есть выражение, которое... Вот оно написано. Значит, как... Как мне быть с ним в общем случае? Ну хорошо. Я, значит, просто скажу, но это потом вы сами проверите. Ну, конечно, нужно просто проварьировать это выражение по φ и φ с точкой. Если оно равно нулю, то его вариация тоже равна нулю. Ну а если я это проделаю, я сведу эту задачу уже в данном случае ну какой-то просто задачи на определение коэффициента. Дифференцируем, ну или, строго говоря, варьируем по φ с точкой, по φ с опряженным и по φ с точкой. Ну и дальше смотрим, что получится. Будут получаться линейные в данном случае уравнения. Ну и, значит, пожалуйста, условия их совместности даст нам то, что надо. Но, конечно, можно этого избежать. И действительно, как вот вы предлагаете, использовать просто удобные варианты. Значит, а удобные варианты такие. Ну давайте я возьму φ с точкой просто положу равным нулю. Тогда левая часть обнулилась, а в правой части обнулилось все, кроме члена с φ по модулю в квадрате. Отсюда я немедленно вижу, что нулю равна мнимая часть Т1,1 сопряженная на Т2,1. Аналогично. Беру φ равное нулю. Если я взял φ равное нулю, слева снова у меня обнулилось. Ну а справа у меня выжил член с соответственно тем, что осталось только при φ с точкой. Т1,2 сопряженная, Т2,2. Вот эти два условия я написал. И как раз, поскольку я предупреждал, что меня сейчас могут коротко минут на пять отвлечь, я предлагаю вам вот сейчас у нас будет небольшой перерыв, я предлагаю вам в этот момент попробовать получить все условия на коэффициенты. На самом деле, это условие будет одно и простое. Удалось ли решить задачу? Ну, что-то получилось. Ну, а может быть, вы тогда сходу... Ну, короче, можно эти произведения занулить по очереди. Получить, что Т1,2 на Т2,2 внимая часть равна единице, а вторая внимая часть нулю. Тогда удобно взять, что... Ну, понятно, все, понятно. Конечный ответ есть у вас? Я думаю, можно взять Т1,2 и Т2,1,0. Нет, все, понятно. Ответ неправильный. Не получилось. Ничего страшного. Тогда давайте я сейчас быстро покажу, как это делается. Ну, вот два условия мы с вами получили. Третье условие понятно какое. Давайте я потребую, чтобы эта штука была вещественной. Вот φ со звездой на φ с точкой, чтобы оно было вещественной. Тогда, чтобы оно тоже вынеслось бы здесь из-под мнимой части, а слева снова был бы ноль. Значит, φ со звездой на φ с точкой берем вещественным. Тогда нулю равна мнимая часть вот такой вот комбинации. Т1,1 со звездой Т2,2 плюс Т1,2 со звездой Т2,1. И теперь смотри, вот из этого всего видно, если хорошо посмотреть, конечно, что у всех коэффициентов фаза одинаковая. Ну, действительно, вот из первого выражения видно, что у Т2,1 и у Т1,1 должна быть одинаковая фаза. Иначе мнимая часть не обнулится. То же самое здесь. Ну, и тогда из третьего. Поэтому я могу сказать, что первое условие такое Т и ТЖ они все просто вещественные. Общая фаза, которая будет набегать у волновой функции при переходе через интерфейс, она мне не важна. Я мог бы сказать, что у них у всех хорошо какая-то одна фаза. В общем случае, это просто Т и ТЖ должны быть умножены на Е в степени и вот какая-то фаза Тетта. Но поскольку вся волновая функция определена с точностью до фазы, вот эта вот как бы общая фаза, она роли не играет. Ее измерить нельзя. Поэтому первое требование, которое мы получили вот из этих трех простых строчек, это то, что, как говорится, коэффициенты матрицы переноса можно выбрать вещественными. Ну вот с оговоркой, с одной оговоркой, что на самом деле с точностью до общей фазы, но вот эта фаза, она роли не играет. Ну а тогда, извините, нужно сделать последнее усилие. Давайте теперь скажем, что наоборот, Фи со звездой на Фи с точкой, оно наоборот мнимое. Если это так, то тогда я могу, опять же, первые две у меня вот сократятся, первые две мнимые части, а здесь у меня останется эта мнимая часть, и здесь вытащится эта же мнимая часть, но как бы, ну и что-то останется. Поэтому она сократится, есть единица равно, а дальше все, что осталось, это вещественное. Поэтому единица равно Т1,1, Т2,2 минус Т1,2, Т2,1. Понятно, как это получилось? Если честно, нет. Если честно, нет. Хорошо. Я взял Фи со звездой на Фи с точкой мнимым. Тогда оно чему-то равно. Пусть оно равно мнимое и равно И умножить на какую-то И, где И большое, вещественное. Тогда левая часть равна И большому. Согласны? Да. В правой части первый член дает ноль, второй член дает ноль. Т вещественное, поэтому мнимые части этих пропадают. Мы уже знаем, что они занулились. А здесь, смотрите, это есть И на И, а это есть оно же сопряженное. И на И, но со знаком минус. А это я вынес. Дальше мнимая часть уже ушла, потому что Т сопряженная, и вот я получил вот эту конструкцию. Т1,1, Т2,2 минус Т1,2, Т2,1. Понятно? Да, спасибо. Ну вот, чудо. Это означает, что вот на самом деле по существу требование одно. Вот я его обвел в рамочку. Иногда это требование, которое просто эквивалентно требованию сохранения потока. Его записывают в следующем виде. Определитель матрицы переноса, то есть как раз вот эта величина, которая нам и есть, нам и нужна Т1,1, Т2,2 минус Т1,2, Т2,1. Этот определитель равен единице. Это требование унемодулярности. Это не то же самое, что унитарность получается. Это не то же самое, что унитарность. Или тоже. А чем отличается? А, тем, что там сопряженные унитарности, да? Да. А здесь она как бы вещественная еще сама по себе. Но, конечно, это как бы требование как унитарность, это сохранение нормировки. Так вот, значит, для такой, что ли, одномерной задачи переноса, вот, ну, можно сказать, что это близкое требование, значит, унемодулярности. Ну и все. Вот это мы выжили из просто общей, как бы, общих соображений, но даже не симметрийных никаких, а просто общих таких феноменологических соображений. Мы выжили все, что смогли. Вот по поводу переноса, по поводу связи волновой функции слева и справа от барьеров. в простейшей модели, в простой модели, в модели простых зон, в модели эффективной массы, вот так вот. Связь линейная, она описывается некоторой матрицей Т. Элементы матрицы Т можно выбрать вещественными. Ну и, значит, эта матрица, она удовлетворяет требования унемодулярности. Это есть просто требование сохранения потока. Больше сделать уже из таких вот эвристических соображений ничего нельзя. Все остальное требует каких-то микроскопических расчетов или сопоставления с экспериментом. Ну вот, что обычно известно, это не всегда так, но обычно известно следующее, что на самом деле вот произведение вот этих вот недиагональных элементов Т1-2 на Т2-1 оно мало. И просто, значит, требования унемодулярности сводятся, по сути дела, к требованию тому, что Т1-1 умножить на Т2-2 равно единице. Ну а это уже зависит от конкретной ситуации, от конкретной реализации вашего интерфейса, от конкретной гетеропары, и это уже, я еще раз подчеркну, требует выхода за рамки метода эффективной массы. Метод эффективной массы ничего вам не может сказать про значение этих коэффициентов, кроме того, что вот они связаны условием унемодулярных. Ну и вот, как бы, первый, на самом деле, конечно, люди всю эту науку сильно упрощают, и я сейчас рассмотрю два простых примера, два простых частных случая, ну, точнее, один частный случай здесь, и еще один, можно сказать, что чуть-чуть более общий случай, значит, которым мы, как правило, мы дальше и будем пользоваться. Итак, пример первый, это граничные условия Бастарда. Жеральд Бастард, такой французский физик, ныне живущий еще пока, и вот он в 80-е годы много занимался задачами размерного квантования. Такие граничные условия придумал у него. На самом деле, эти граничные условия использовались раньше, но связываются они именно с его именем. Значит, граничные условия Бастарда, они очень простые. В матрице переноса мы берем Т1-1 равно Т2-2 и равно единице, а не диагональные элементы Т1-2 Т2-1 равно нулю. Это эквивалентно следующему. Фи в материале А равно Фи в материале Б. И, как мы видим, значит, единица на эффективную массу производная равна единице на эффективную массу на производную. Единица на М А значит, Фи в слое А равно единица на М Б на Фи в слое Б. Вот, отличие от такой обычной, что ли, квантово-механической задачки, оно состоит в том, что, ну вот, мы взяли и сказали, что непрерывно не сама волновая функция, а волновая функция с множителями единицы на эффективную массу. Непрерывно, извините, волновая функция непрерывная. Там производная. Да, здесь производная, я прошу прощения. D по DZ, конечно. Я так потратил много сил, чтобы красным написать единицу на эффективную массу, что производную, конечно, забыл. Волновые функции непрерывные, огибающие, точнее, непрерывные, а производная рвется с множителем как бы отношения масс. Требование сохранения потока автоматически обеспечено. И вот это такие простейшие граничные условия, конечно, их можно пытаться получить и из таких эвристических соображений, но мы понимаем, что поток, скорость, это есть производная волновой функции по координате, как бы kz умножить на φ. но поток, как бы, значит, он еще содержит массу в знаменателе, поэтому, значит, если я хочу число частиц как бы считать, не импульс, а, значит, именно число частиц, которое сохраняется, но поэтому все, значит, должна быть единица на эффективную массу. Вот это вот такие рабочие граничные условия, которыми, значит, часто люди пользуются, ну и вот очень много задач, оказывается, что для очень большого числа задач эти граничные условия вполне достаточно. Можно посмотреть, ну, с одной стороны, это какое-то обобщение задачи, а с другой стороны, это может быть немножко и упрощение задачи на то, как будут устроены граничные условия в модели Кейна. Самый простой, без учета спинно-орбитального взаимодействия. Значит, я напомню, что уравнение модели Кейна, они такие. Мы этим с вами занимались пару лекций назад. Значит, волновая функция, она записывалась в виде какого-то коэффициента на функцию, на блоковскую амплитуду S-типа плюс вектор V из коэффициентов на, значит, набор блоковских функций X, Y или Z, которые преобразуются как соответствующие координаты. И мы помним, что такая самая простая модель, которая описывает двухзонную систему, зону проводимости и валентную зону. Соответственно, в методе плавных огибающих, в методе эффективной массы, уже эти коэффициенты, они теперь не плоские волны, это набор каких-то плоских волн. Ну вот, поэтому я пишу, что U от Z и, соответственно, V от Z это какие-то функции, функции координаты Z. Ну, соответственно, все, тогда уравнения модели Кейна, они простые, значит, E на U, как вы помните, значит, ИП, К на В и E плюс EG на В это есть ИП К на У. Ну, опять же, мы рассматриваем просто интерфейс между материалами А и В. Значит, тогда у меня от К мне интересует только ДПДЗ, но поэтому я вижу, что В это есть, соответственно, P на E плюс EG ДУ по ДЗ. Ну, это В, значит, ВЗВ. Остальные компоненты роли не играют. Давайте аккуратно напишу, что это есть ВЗВ. Обычно для модели Кейна ставят, как бы, для модели Кейна, значит, смотрите, уравнение первого порядка, поэтому граничные условия просто должны связывать значения У и В слева и справа на интерфейсе, соответственно, матрица переноса. Ну, вот, если вообще у меня движение есть только по оси Z, значит, матрица переноса у меня как бы тоже она 2 на 2 связывает значения У и В слева в слое А и У и В справа в слое В. Ну, опять же, можно там правильным образом проговорить все слова про сохранение потока, про линейность и про правильную как бы уни-модулярность. Ну, вот, как бы аналогом граничного условия Бастарда являются следующие граничные условия. Непрерывно У, компонента, который описывает состояние в зоне проводимости, и непрерывно П умножить на В. Как бы П в каком-то смысле вот играет роль, что ли, обратной эффективной матрицы. Ну, а тогда смотрите. Я что могу сделать? Поскольку ВЗ это есть ДУ по ДЗ, то значит, непрерывность У это понятно, как и нужно, а непрерывность П на В это есть непрерывность такой конструкции. П квадрат Е плюс ЕЖ на ДУ по ДЗ. А теперь смотрите. Вспомним дисперсионное соотношение для модели Кейна в объеме. Дисперсионное соотношение для модели Кейна в объеме значит, мы берем В, выражаем через У, подставляем наверх, значит, мы получаем, что Е равно П квадрат Е плюс ЕЖ. Ну, или я могу так написать H в квадрате К в квадрате поделить на две какие-то массы, которые зависят от энергии. П, извините, К я потерял. П квадрат К квадрат. Тогда вот эта конструкция П квадрат на Е плюс ЕЖ с точностью до множителя, это есть просто единица на массу, но масса сама по себе зависит от энергии. Поэтому вот из такой простой модели Кейна мы получаем, что граничные условия на огибающую функцию, они такие У в слое А равно У в слое В и производная ДУ по ДЗ в слое А равна фактически производной ДУ по ДЗ в слое В с точностью до вот этого множителя, который есть точно уже неинтересного нам коэффициента единица на соответствующую массу, которая зависит от энергии. Единица на эффективную массу, которая зависит от энергии. И это видно, что это тоже как бы ровно имеет вид граничного условия Бастарда. Непрерывные волновые функции, непрерывные производные с эффективной массой, но теперь эффективная масса зависит от энергии ну вот в меру что ли непараболичности спектра. Поэтому если у вас система описывается моделью Кейна, то вот выполнено такое условие. Вы можете в качестве небольшого упражнения дома, например, посмотреть о том, а что же будет, если у вас на самом деле в модели Кейна еще учтена спин-орбита. поменяются ли вот эти граничные условия с учетом спин-орбитального взаимодействия. А вот еще раз, откуда мы непрерывность получили, что где непрерывно U и P на V? Вот это да, да, да. Значит, я просто не стал все это проговаривать подробно, значит, можно сделать то же самое. У вас ввести матрицу переноса, которые связывают букву U и буквы V слева и справа, уравнения первого порядка, поэтому никаких производных входить уже в граничные условия не должно быть. Я должен написать, что U и V в слое A связаны некоторой матрицей T с U и V в слое V. Согласны? Да. И получается там такие же действия, как там сделали. Да, и дальше нужно проделать все те же самые рассуждения, потребовать соответственно сохранения потока. Получится требование, но аналогичное требование у немодулярности для матрицы T. На самом деле, если я прямо напишу U и вот прямо руками впишу сюда сразу P, то у меня это будет более-менее очевидно. Ну и все. А после этого я скажу, что я возьму самые простые граничные условия, которые вот аналогичны условию Bastard. Так что просто у меня диагональные элементы вот этой вот матрицы переноса, они единичные, они диагональные нули. Тогда поток будет автоматически сохраняться тоже. Вот если я написал это в таком виде, то вот тогда у меня условия это непрерывность U и непрерывность P на V. А можно для модели Кейна другие какие-то граничные условия сделать? Можно, можно. Более видно, например, что эти граничные условия, они несимметричные. Исходно модель Кейна, она такая более-менее симметричная. У нас была зона проводимости и валентная зона. А в граничные условия хитро получили, что огибающая волновой функции в зоне проводимости непрерывно, а в валентной зоне она рвется. То есть видно, что это не единственные граничные условия. И на самом деле, значит, в этом есть некоторая тонкость, про которую я сейчас хочу поговорить. Бывают и другие граничные условия. Более того, ну вот такая модель Кейна, она как раз, ну видно, что в ней, может быть, есть какие-то тонкости. Значит, в ней нету никаких квадратичных пока слагаемых. Порядок уравнения первый. Граничные условия только ставятся на огибающие. Поэтому, ну вот, она такая немножко в этом смысле не идеальная. Она немножко переупрощена. И мы сейчас это увидим. Буквально, значит, через, там, не знаю, пять минут оставшиеся, не знаю, минут пятнадцать лекций я на это и потрачу. Значит, что я просто здесь хотел проиллюстрировать, что вот есть общие граничные условия, есть простой частный случай этих граничных условий, когда непрерывно огибающая функция и непрерывно ее производная с множителем единицы на эффективную насу. Есть ли вопросы вот по этому куску? Ну, я могу только добавить. Получается, вообще, в общем случае без... Ну, короче, как нам в общем случае, если мы заранее вот эти граничные условия как-то не определяем их определить, в смысле, в реальном каком-нибудь... Никак. Это очень сложная задача. Это, на самом деле, такая отдельная большая область физики низкоразмерных систем это физика интерфейсных явлений. Значит, есть как бы ну вот подход, который я сейчас развил. Вот я вам показал его просто на простейшем примере. Это модель эффективной массы электрон с параболической дисперсией, ну или максимум, что вот не параболичность, которая приходит из модели Кейна. И мы видим, что мы не можем определить полностью матрицу переноса через интерфейс. Мы можем определить только то, что она унимодулярна. Вот все остальное это требует либо сопоставления с экспериментом, либо это требует сопоставления с какими-то атомистическими расчетами. Например, для одной и той же структуры с квантовой ямой вы можете провести расчет в методе сильной связи или в методе псевдопотенциала и найти энергии размерно квантованных уровней, ну как бы честно, численно, точно, в атомистическом методе и в методе эффективной массы и параметры вот этой матрицы переноса подобрать так, чтобы одно определялось, чтобы эти два расчета более-менее согласовывались. Вот это более-менее единственный правильный способ, никакого другого нету, ну и, конечно, есть просто какие-то еще простые соображения, которые основаны, я бы сказал, на предыдущем опыте. Вот предыдущий опыт говорит, что условия типа условий бастарда работают неплохо. В принципе, нет никаких физического требования, чтобы огибающие были бы непрерывны, потому что, смотрите, блоковская функция вот в материале B и в материале A, значит, у B от R и блоковская амплитуда и у A от R, они, вообще говоря, могут быть разными. А уж если говорить про непрерывность, то непрерывно полная волновая функция электрона, которая есть в произведении блоковской амплитудно-оплавной огибающей. Поэтому, в принципе, значит, нет никаких даже требований для непрерывности огибающей функции. Но просто, как правило, для большинства тех гетероинтерфейсов, которыми мы занимаемся, по некоторым причинам, просто потому, что эти материалы довольно похожи, их блоковские функции довольно похожи, условия непрерывности огибающих это не самое плохое условие, оно хорошо работает. Если мы изучаем, например, ситуацию в валентной зоне, то там ситуация оказывается бесконечно сложнее. Дело в том, что там, вы помните, что валентная зона сложная, описывается гамильтонианом Латинзера, ну и оказывается дальше, что граничные условия очень чувствительны к симметрии интерфейса. И, например, на этом условии могут смешиваться состояния, на этой границе могут смешиваться состояния тяжелых и легких дырок. Я не знаю, кто выбрал какие курсовики, но вот один из курсовиков был как раз про это. Вот вы берете граничные условия и, значит, просто из соображений симметрии вы можете получить, что вот коэффициенты такие в матрице переноса через интерфейс, что у вас при падении на интерфейс состояние с тяжелой дыркой с большой эффективной массой отразится не только тяжелая, но и легкая дырка. И этот эффект, например, наблюдается экспериментально и он наблюдается и в расчетах, в атомистических, и можно, соответственно, тующие параметры найти. Но никакого способа, как вот взять из головы выдумать какие-то универсальные граничные условия нет. Я ответил? Да, да. Ну, хорошо. Значит, чего я не буду делать, вы посмотрите, это есть все на сайте курса, значит, и в конспекте. Это решать простые задачи. Возьмем квантовую яму, значит, там, с бесконечным барьером или с конечным барьером и найдем состояние. Вот это все есть, значит, в конспекте. Я все это делать не буду, если мне это один раз где-то понадобится, но мы это все вспомним. Это все-таки такая детская квантовая механика, которую вы уже давно прошли, может быть, забыли, но ничего страшного. Если потребуется, это вы вспомните. Ну, вот, я просто про что хочу сказать. Это особенность размерного квантования, как раз если мы изучаем модель Кейна. Вот если помните, мы уже эту двухзонную модель, но она у нас уже в печенках сидит. Значит, гамильтонян простейший, опять же, я сейчас напишу его вот так вот. ЕЖ от Z пополам минус ЕЖ от Z пополам. Тот же самый двухзонный гамильтонян. П КЗ, П КЗ. И я не пишу, мы знаем, что это вопрос выбора удобной фазы для матричного элемента. И вот давайте я рассмотрю структуру очень простую. Есть, опять же, квантовая яма. Значит, так, что в слое материала А который простирается от минус А пополам до А пополам ЕЖ какая-то, а в барьерах, которые снаружи, ЕЖ больше. И, например, самый простой случай, что просто снаружи ЕЖ бесконечно велика. Вот такая вот квантовая яма в модели Кейна с бесконечным барьером. Значит, здесь ЕЖ, это есть просто ЕЖ ноль, какая-то ЕЖ ноль, это параметр. А здесь ЕЖ стремится к бесконечности. Ну и вот у вас видно, что получается яма для электронов и для дырок. Значит, в валентной зоне тоже есть ограничение движения электронов. Ну и вот возникает вопрос, как мне жить, как мне такую задачу решать. Никакого обнуления ЕЖ нету, никаких топологических в кавычках или не очень в кавычках состояний нету. Вот просто есть такая яма. Можешь сказать, что поток нулю должен равняться изнутри? Поток-то, конечно, должен равняться нулю изнутри. Ну и понятно же следующее, что если барьер бесконечный, если ЕЖ вот там снаружи бесконечно большая, то как бы из физических соображений вроде понятно, что с одной стороны вот, значит, моя волновая функция, которая две просто огибающие, значит, есть, да, у и в там, значит, значит, у и в, значит, вот понятно, что, значит, эти две огибающие должны обращаться в ноль на границах ямы. Ну, как всегда, если барьер бесконечно большой, то частица не может проникнуть под этот барьер. Поэтому вроде я должен сказать вот так. Логично звучит? Вроде да. Ну, я напомню... Подмешиваться же как-то друг к другу. Так правильно. Вот сейчас мы это увидим. Если бы у нас была бы просто задача просто про электрон, квантовый ямь с бесконечным барьером, ну, вы бы так и решили. Потребовали бы, что волновая функция обращается на границе в ноль, ну и поэтому у вас есть там простой спектр и, соответственно, простые очень волновые функции. Но здесь компоненты у и в, они связаны операцией дифференцирования. Поэтому, если, например, я одно решение в зоне проводимости выберу таким, каким я хочу, я, например, скажу, что вот это решение есть косинус πz поделить на а. Тогда при z равном плюс-минус а пополам у, значит, она, очевидно, обращается в ноль. Да, значит, косинус π пополам равен нулю. Но функция в просто из уравнения Шлёдингера. Я вижу, что функция в, она получается дифференцированием из функции у. И, значит, она будет содержать множитель πz на а и функция в на интерфейсах уже не равна нулю. И вот это вот действительно беда. Я ищу какое-то решение заквантованное. Я говорю, что мои электроны или мои дырки, они не могут проникать под барьер, и я не могу таким граничным условием удовлетворить. И вот это вот известная проблема. Это не то, что, значит, мы сейчас с ней столкнулись просто по нашей глупости и незнанию. Это известная проблема. И эта проблема, в принципе, плохо лечится разумными способами. Что можно было бы попробовать сделать? Первое действие. Можно было бы сказать, ну хорошо, в реальности ни в каких реальных структурах, конечно, бесконечных барьеров нет. Давайте рассмотрим структуру с конечным барьером. Тогда вот профиль, значит, нашего потенциала, он такой. В принципе, дальше я могу уже написать решения, которые себя ведут, ну вот примерно вот так вот. Значит, здесь будет что-то похожее на косинус, и оно будет проникать под барьер. А здесь будет что-то похожее на синус. Ну и, ну извините, рисовать я никогда не умел. Ну и, значит, оно там, где нужно будет затухать. В этом смысле, пожалуйста, у и в функции будут связаны с дифференцированием. И при этом, значит, все нормально с точки зрения вот граничного условия. Можно потребовать непрерывности. Но дело в том, что если барьер достаточно высок, то вот все эти, значит, резкие тут изменения, вот все, все резкое затухание, оно будет происходить на какой-то эффективной длине, которая по порядку величины, это видно просто из соображения размерности. Она определяется вот этим вот матричным элементом P, ну который, значит, это что-то типа скорости. И, значит, высотой барьера P поделить на V. И если барьер оказывается достаточно высоким, то вот эта вот эффективная длина, она стремится к нулю. ну и она ясно, что она станет в какой-то момент много меньше, ну и на самом деле сопоставима с постоянной решетки. Ну и опять же все это сломает. И на самом деле она становится порядком постоянной решетки для всех типичных гетероструктур, которые можно изучать. Ну, например, там структуры с квантовой ямой, терсенит галли, алюминий галли, арсенит с достаточной высотой барьера. Или там для структур индий-мышьяк, индий-галли-мышьяк. Значит, вот это такая проблема. Это она есть и конечным барьером она лечится не очень. Конечно, можно сказать, что это не вся правда в жизни, потому что, значит, ну мы понимаем, что эта модель излишне упрощена. В ней нету квадратичных пока слагаем. Я мог бы в этот гамильтаниан добавить квадратичные пока члены. То есть, я мог бы рассмотреть гамильтаниан, который выглядит следующим образом. Значит, здесь у меня есть ЕЖ от Z пополам плюс какое-то альфа КЗ в квадрате. Ну, здесь недиагональный элемент ПКЗ, недиагональный элемент ПКЗ, здесь минус ЕЖ пополам от Z, ну и какое-то бета КЗ в квадрате. И это как бы вклады, в которые входят и дисперсия свободного электрона, если я буду ее получать в КП методе теории возмущения плюс вклады на далеких зонах. Вот они вносят вклад в эти самые квадратичные коэффициенты. Тогда, опять же, я могу вполне удовлетворить себе ограниченным условиям, но у меня теперь решений будет больше. У меня теперь, естественно, значит, эффективно порядок уравнений повысился. У меня, значит, эти уравнения уже, значит, оказываются более высокого порядка четвертого или шестого порядка, в зависимости от того, и альфа, и бета не равно нулю, или только один из них не равен нулю. Ну, в общем, понятно, что порядок уравнений повышается резко. Ну, и, соответственно, вот появляются решения дополнительные, которые тоже имеют характерную, как бы, характерные длинные изменения порядка постоянной решетки. такие решения называют фиктивными в англоязычной литературе спуриос. И эти решения нужно исключать. Формально математическая физика нам говорит следующее. Вот вы взяли какую-то задачу, какой-то гамильтонян, вы нашли все состояния, вот эти все состояния образуют полный набор. Но физика говорит, что если у меня есть решение, которое осциллирует или как-то резко меняется на масштабе постоянной решетки, то такое решение просто оно не может описывать никакую физику в методе плавных огибающих. Плавные огибающие должны меняться плавно по сравнению с блоковскими амплитудами. Но эти решения нужно исключать, при этом нужно делать так, чтобы сохранялся поток. Это очень сложная задача. В некоторых конкретных случаях это удается сделать. Поэтому в реальности, если люди изучают многозонные модели, типа там, не знаю, расширенные модели Кейна, модели Дирока и так далее, то всегда возникают вопросы, как это лучше сделать. То ли, и мне этот способ кажется более естественным, писать модель, которая содержит только линейные пока слагаемые, но при этом добавлять далекие зоны, ну и делать так, чтобы в далеких зонах что-то с огибающими плохо. Ну, например, они не обнуляются на интерфейсах квантовый ян. Либо вот с помощью сложных процедур исключать фиктивные решения. Ну и, наконец, третий вариант, который тоже кажется правильным и наиболее разумным. Если есть такая возможность, использовать стомистические методы, которые позволяют обойтись без всех этих проблем, например, в методе сильной связи или в методе псевдопотенциала или в методе функционала плотности, найти состояние электрона там в структуре с квантовой ямой. Ну и, соответственно, значит, вот после этого уже можно будет сопоставлять такой честный, корректный расчет, во-первых, с экспериментом, а во-вторых, уже с упрощенными моделями и понимать, какой подход все-таки сработает, какой подход для данной конкретной структуры адекватен. Есть ли вопросы? А вы сказали, что вы хотите сделать, чтобы в далеких зонах было все плохо с функциями? Ну, а зачем это делать? Ну, смотрите, вот еще раз, вот проблема. Я не могу, если я взял только двухзонную модель, зону проводимости и валентная зона, у меня, значит, эти две функции связаны операцией дифференцирования, поэтому я не могу одновременно обнулить и косинус, и синус на интерфейсах ямы. Ну, да, да. Но в этом смысле я мог бы так сказать, что, например, хорошо, окей, я изучаю состояние только в зоне проводимости. Вот это состояние в зоне проводимости, я хочу, чтобы эта волновая функция была похожа на косинус. Волновая функция в валентной зоне будет скорее похожа на синус, она будет выглядеть как-то вот так вот. Ну, если я говорю себе, пытаюсь себя уболтать, говорю, что, ну, наверное, нам в нашей конкретной задачи интересно только состояние в зоне проводимости. Тогда вот то, что эта волновая функция на самом деле не обнулилась на стенках бесконечно высокой потенциальной ямы, или, значит, с учетом там чего-нибудь эта волновая функция обнулилась, но как бы безумно резко, вот она, значит, что-то здесь произошло на постоянной решетке, она ушла в ноль, меня это не интересует. Я на это как бы не обращаю внимания. Я говорю, что меня интересует огибающая в зоне проводимости, она вроде адекватна. Но если я хочу изучать одновременно, например, состояние в зоне непроводимости в валентной зоне, для расчета, скажем, оптических переходов, то тогда мне плохо, чтобы у меня в одной из этих зон что-то было плохо, а в другой хорошо. Поэтому можно и нужно делать следующее. Нужно писать более многозонную модель с большим количеством зон, которая там учитывает уже все, что нам нужно, но дальше говорить, что вот те далекие зоны, уже которые, например, существенной роли не играют, в этих далеких зонах вот какие-то такие чудеса с огибающими функциями возможно. Понятно. А мы вообще не можем найти функции, у которых они бы сами их производные занулялись? Ну, конкретно вот для этой задачи вот у вас Гамильтониан, вот у вас Барьяр, просто сядьте и проверьте. Вот синусы, косинусы, напишите их линейную суперпозицию, и вы получите, что это невозможно. Эти же функции, они еще, к сожалению, должны как бы в объеме, они должны вот в этом слое нашей ямы, в слое А, они должны удовлетворять самому уравнению. Конечно, я могу найти там какие-то функции, которые, это нет проблем, которые на отрезке бы обращались в ноль вместе со своими первыми производными. Значит, не вопрос. Значит, косинус, он подходит линейно, я ее сделаю так, чтобы она подошла квадратично. Нет проблемы. Проблема в том, что эта функция не будет собереть уравнение Штёдингера. Потому что в этом же слое, и это вот чудо метода плавных огибающих в применении просто гетероструктурам, это же кусок просто объемного материала. Поэтому решение, которое там внутри, гамильтинян, это точный, и решение внутри, это просто суперпозиция каких-то плоских волн. Поэтому, значит, с одной стороны, вот, ну, я бы сказал, что уже там 40 лет, активно ведутся, больше 40 лет, уже активно ведутся разные теоретические расчеты состояний в очень большом классе низкоразмерных структур в квантовых ямах, в квантовых точках, в квантовых проволоках. И для конкретных систем, для большинства распространенных систем, есть хорошие, адекватные гамильтиняны, есть хорошие, адекватные граничные условия, которые позволяют это, эти эффекты описывать. Ну, где-то это, значит, может быть более строго, где-то это менее строго. Значит, иногда оказывается так, что этого не хватает. Например, вот, когда изучают спиновые расщепления в таких структурах, то вот простейших подходов, которые развивались раньше, они не работают. Ну, и дальше вот нужно просто иметь это в виду, если вы решаете какую-то уже оригинальную задачу, просто нужно иметь в виду те подводные камни, с которыми вы можете столкнуться при описание эффекта размерного квантования. А вот, получается, тут же еще должны появиться в этих структурах всякие уровни размерного квантования. Как они у нас появятся? Просто вот какой-то фи индексы припишем? Ну, вот давайте, хорошо, давайте вернемся, давайте тогда просто вернемся к размеру, размерное квантование в структуре с квантовой ямой. Как раз очень хорошо за последние пять минут я это коротко и расскажу. Значит, просто структура с квантовой ямой метод эффективной массы. А детали посмотрите в конспекте. Значит, вот мой гетеропотенциал, значит, барьеры из материала В, квантовая яма из материала А, значит, ну и есть, соответственно, высота барьера В. Я накладываю простейшие граничные условия, условия бастарда, значит, в слое А у меня волновая функция H в квадрате на 2 МВА, фи от z е фи от z, значит, в слое Б H в квадрате на 2 МВ фи от z плюс В фи от z равно е фи от z, ну и граничные условия у меня такие, фи на границе равно фи на границе, единица на эффективную массу d фи по d z значит, в слое А равно единице на соответствующую эффективную массу d по d z в слое Б. Вот, пожалуйста, вот мы так написали уравнение, написали граничные условия. Ну и теперь я делаю, конечно, совершенно стандартные преобразования, то, что мы хорошо знаем из классической квантовой механики, если мне такое словосочетание вы дозволите. Внутри ямы z давайте аккуратнее напишу. Ладно. Пусть яма простирается от минус а пополам до плюс а пополам, мне так удобно, чтобы вот явно значит, проиллюстрировать, что конкретно вот эта ситуация, эта структура симметричная. Ясно, что можно рассмотреть ее структуру с несимметричными барьерами, например, у вас в гетероструктуре разный состав, там, какого-нибудь значит, галли-алюминий-арсенит в левом и в правом барьере нет проблемы никакой. Просто, значит, я хочу, конечно, рассматривать самый простой случай. Тогда внутри ямы я пишу решение. Тогда у меня решение все характеризуются определенной четностью. Ну и вот давайте опять же я, значит, рассмотрю четное решение. Значит, тогда внутри ямы φ от z ничего, кроме какой-то константы c на косинус k на z у меня нету. Вот это модуль z значит, меньше либо равен а пополам. А снаружи, ямы в барьере, модуль z больше либо равен а пополам. У меня решение должно экспоненциально задухать, поэтому φ от z очень легко я снова пишу. d значит, e в степени минус какая-то k. Ну а дальше я напишу так, модуль z минус а пополам. Согласны? И единственное отличие от той задачи, которая разбирается в книжке Вандау и Лившица или в задачнике Флюге состоит в том, что просто граничные условия на производную другое, непрерывность функции естественно, мне связывает константы c и d c косинус k a пополам равно d а непрерывность производной с множителем единица на эффективную массу мне дает следующее. Значит, k на m а c синус k а пополам равно минус k на массу в слое b на коэффициент d. Ну, а k и k они тоже, конечно, связаны. k h в квадрате k в квадрате на 2m равно энергии. Ну, и, значит, здесь все то же самое. Значит, минус h в квадрате k в квадрате на 2m плюс v равно энергии. k и k связаны, c и d связаны этими уравнениями. Ну, и хорошо, вы знаете, что получится. Значит, мы берем, делим, одно на другое и получаем простейшее уравнение сшивки в виде тангенс k а пополам равно м а поделить на м b k поделить на k. Вот у нас появился множитель, который отличает эту ситуацию от ситуации, когда массы были бы одинаковые, когда бы уравнение Шорингера работало всюду бы, включая интерфейс. Ну, и все, решаете это уравнение, получаете серию размерно квантованных состояний, значит, это четные уровни конкретно, значит, вот мы сейчас пока получили, ну, вот их энергии какие-то. Аналогично можно искать нечетные решения. Значит, в качестве функции φ, я теперь пишу, что она пропорциональна синусу, k на z, ну, чтобы меняла знак в нуле, а функция, внутри, значит, ямы, а в барьерах функция φ, она опять же пропорциональна вот этой вот экспоненте, которая у нас есть, ну, еще просто на сигнум z, чтобы, опять же, слева и справа были разные знаки z, значит, снаружи. Ну, и опять же, я сшиваю функцию и производную, ну, ясно, что у меня отличие теперь в том, что, когда я буду дифференцировать, у меня теперь будет, значит, не тангенс, а катангенс, катангенс kA пополам равно минус mA к mB, ну, да, и знак выпадет потому, что-то по-другому инвестируется, k поделить на k. Ну, и вот, опять же, вот, единственное, как бы, отличие по существу, это вот этот вот множитель. Ну, а все остальное точно так же, как в обычной квантовой яме. И вот, пожалуйста, у вас получается серия размерно квантованных состояний. По существу похожий расчет, но чуть более сложный, можно сделать и для валентной зоны и получить соответствующие серии уровней. Опять же, по-моему, какие-то были курсовики, я уж не знаю, кто какой брал, не хочу пока смотреть и расстраиваться. Значит, были стоящие курсовики о том, как квантовать дырки в валентной зоне. вопросы? Вроде нету. Ну вот, я тогда предлагаю потихонечку на этом сегодня закруглиться. Значит, ну вот, мы с вами поговорили про самые простейшие вещи, которые возникают при размерном квантовании в полупроводниковых низкоразмерных структурах. И, собственно, основное внимание я уделил сложностям. Не тому, что легко получаются вот эти вот уровни в квантовой яме, которые я показал в конце, это, конечно, все тривяльщина. Ну, а сложностям, а сложность фундаментальная такая. Если вы изучаете эффект в методе эффективной массы, вам нужно поставить граничные условия. Эти граничные условия должны быть адекватны. И эти граничные условия, единственное, как бы, по существу, это требование унемодулярности для матрицы переноса. Остальные связи между параметрами, собственно, сами параметры матрицы переноса, после этого нужно определять уже из каких-то микроскопических моделей или из сопоставления с экспериментом. Ну, собственно, как часто и бывает в методе эффективной массы. Ну, хорошо, коллеги, тогда до следующей недели. В следующий раз я надеюсь, что, по крайней мере, с кем-нибудь из вас увидимся вживую. И, соответственно, мы продолжим говорить про матрицу переноса. До свидания. Все. Спасибо. Хорошего свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.